всем привет сегодня у нас в оренбурге события это не только события в оренбурге всемирный день вязания на публике но в оренбурге проводится по моему впервые точно я не могу сказать если там мы встретимся с организаторами то сможем поговорить об этом поподробнее но все-таки поскольку я рукодельница хоть я и не вижу а вышиваю но я умею вязать но в любом случае мне интересны такие мероприятия которые проходят в нашем городе я думаю вам тоже будет интересно если интересно не забудьте поставить лайк этому видео и оставайтесь со мной это мероприятие проходит в национальной деревне это парк в оренбурге есть у меня подробное видео на канале жили-были об этом парке здесь представлены разные подворья у нас в оренбурге как всегда ветер надеюсь он не помешает и звук будет нормальный нужно было принести с собой вязаные кусочки 20 на 20 сантиметров но я не принесла сейчас посмотрим есть наверно более ответственные вязальщицы поскольку мы с вами находимся в оренбурге мы не можем пройти мимо оренбургских буковых платков и паутинок вот такие красивые здесь работы представлены наших мастериц кто давно подписан на мой канал уже видели у нас есть дом пуховой моды она советовая очень много красивых изделий там связано из нашего оренбургского пуха ну и здесь вот выставка работ студентов оренбургского областного художественного колледжа вот эти работы связаны руками студентов посмотрите какая прекрасная работа зонтик от солнца прекрасная работа многие зрители моего канала даже не подозревают что можно связать особенно из нашего оренбургского пуха и я об этом рассказываю хоть у меня каналы о вышивке но все равно мне приятно знакомить вас с работами наших оренбургских мастериц девочки сшивают пледы да ну я попозже подойду посмотрю сейчас мы с вами познакомимся с организатором выставки здравствуйте представьте нам пожалуйста абсалямова галия кимовна этим занимаюсь уже 90-го года как бы занимаясь не проведением праздника вязание как бизнесмен как предприниматель уже самый-самый первый наверное вот мы были и из-за того что уже опыт достаточно накопился уже хочется чтобы было взаимопонимание поделиться опытом организовать какие-то мастер-классы то что было у нас сегодня и когда я узнала что оказывается есть такой праздник всемирный праздник дня вязания я была удивлена почему городе крае где все должны вязать все умеют вязать и мы не празднуем этот праздник и тут мы уже в этом году третий раз его праздную первый раз это было в парке перова второй раз здесь же национальной деревне у нас паяны были музыка танцы пляски чаепития в этом году немножечко из-за ветра и из-за погоды мы это не смогли организовать но я первый раз на этом празднике потому что я вышивальщица а не понравилось а следующий год в планах чтобы вот аллея национальная деревня помаду заполнена вот такими любителями вязания это всемирный день вязания он проходит вторая суббота июня ежегодно поэтому я думаю что кто заинтересован кто любитель чтобы могли показать свое умение чтобы между собой могли обменяться опытом молодежь вот мы видели как с интересом детки вязали потому что заражаются здесь этим видят какие удивительные вещи можно сделать это должно быть особенно в нашем городе да конечно нужно пропагандировать девчонки зрители мои пожалуйста делайте репосты в свои соцсети чтобы наши оренбургские девочки узнали что у нас в оренбурге проходят такие мероприятия потому что мы мало информированы о таких мероприятий это точно вот вот надо чтобы это как бы поможет сохранить во-первых промысл любой промысл то что руками делаем передать детям многие вот даже вот на красную нить всем завязывали до память как бы об этом мероприятии и с пожеланиями даже вот это запоминается это общение это обмен энергией опытом между собой вот это вот эмоции мне кажется это вообще здорово спасибо вам большое такое прекрасное мероприятие будем приходить каждый год у нас сейчас оренбургской подворье это вообще должна быть площадкой для всех нас это когда мы должны приходить со своими идеями своими желаниями есть где это все осуществить если где-то нужно снимать площадь там договариваться здесь пожалуйста открыто пряжа наша с вами любимая привет и на здесь магазин клавушка уже зрители знакомы очень неожиданно ольчика она теперь не только вышивать она еще и вяжет привет ты очень ответственная а я уже три раза распускала понимаешь а я я думаю что ты не начала мой плед получу продолжила вязать бы а я арене сказала что нужно 20 на 20 связать кусочки и принести до 1 октября у нас акция это проходит поэтому до 1 октября пожалуйста и вообще мы тут уже сегодня с организаторами нашего такого шикарного праздника говорим что это у нас не только чтобы собираться вот в день вязания на публике а собирается гораздо чаще и вот сейчас мы идем разговор о том что проводите мастер-класс в оренбурге нужно нужно мы как раз вот соли договариваемся чтобы нам помещение выделили выставку вышивальную провести ну показывай что ты вяжешь вяжу шарф она понимаешь иного начала и мне год навязывай а тут ты не хухры-мухры тут вещь у рисунок есть какой-то вот три косы тут лишь раз два три вот я тут три раза уже пропустил так я у ины тоже купила пряжу на шарф но еще не начала вязать мне конечно приятно интересно вот я сижу только что вот не пропускать на смотрите какая красота я тоже приобрела пряжу только трикотажную хотела пробовать вязать тапочки а здесь вот не из трикотажной пряжи пряжи девочки связаны это или хлопок или шерсть сейчас здрасте здравствуйте это ваша работа это мои работы представьтесь пожалуйста шаг вонга это из какой пряжи света джинс и стрейч я вам могу показать то что на мне вы можете снять то что на мне мне очень нравится я рекламе я показываю я рассказываю я даю мастер-класса обучают есть детские мужские участвую на выставках сейчас еду на выставку вижу то визу тоже 4 пары эксклюзивные обуви конкурсы не конкурсы пожалуйста интересно спрашивать ну очень профессионально сделано и подошва как я училась на тот момент когда я начала вязать обувь я на тот момент уже вязала 50 лет да мне очень много лет а подошву вы заказываете это интернет пожалуйста через интернет здорово это украина это украинская подошва с украины достаточно сложно работать но мы работаем описываем много заказчиков даже есть ученики последователи чему я очень рада у вас страничка есть соцсетях в инстаграме есть с маленькими буквами балакова пожалуйста я буду рада видеть вас на своей странице спасибо есть я в контакте просто ольга шахова вообще меня можно везде встретить там есть фотографии ваших работ да у меня в инстаграме практически все фотографии выложены почти все кроме конкурсных те которые участвуют в конкурсе они не могут быть выставлены до начала фестиваля когда начнется фестиваль я тогда их выложу зайдем вообще очень много народу интересовалась его и очень много подходили спрашивали ну просто здесь не так просто дать мастер-класс потому что это достаточно длительно это надо три дня по 5 часов как минимум сидеть и не вставать я еще такие это тоже моя работа это свободноходовая стёжка хватит уже моя работа это тоже стёжка поэтому все кому что интересно смотрите обращайтесь все что надо расскажем покажем спасибо вам большое такие прекрасные работы класс радует мне очень нравится что здесь люди нравится очень располагающая обстановка меня все просто просто интересно что людям интересно сейчас мы с вами сумочку посмотрим поподробнее здесь даже внутри тоже все расшито это сколько кармашка такая техника только навык может дать такое владение но научиться может любой девочки посмотрите как аккуратно сшито лазим по чужим сумкам под глядя нравится что вы смотрите пожалуйста блогер у нас девочки если бы не блогеры где вы еще заглянули во все же сокровищницу да очень красиво вторую на подачу вот такая вот сумочка это тоже техника свободноходовая стёжка это эко-кожа обалдеть как аккуратно кармашки пожалуйста кому интересно приходите научит а это что за такая работа интересная точечная роспись точечная роспись контурами понятно контур капы это специальный такой тюбик на конце тоненький носик и им вот так но это все я изучаю для того чтобы потом использовать для декорирования одежды это девочки блокнот это просто блокнот обычный блокнот украшен такой вот просто как для набития руки надо было где-то попробовать научиться делать точечную роспись и вот что под руку подвернулось способ точкования использован на очень многих домашних предметах и хоть что-нибудь просят оставить без точек все что вырвали из рук все осталось пока без точек вот мы с девочками обсуждаем как раз вопрос где нам провести выставку вышивальщиц хотим объединить вязальщиц и вышивальщиц потому что вышивальщиц у нас не так много и арендовать помещение нам накладно а вот вместе с вязальщицами если объединиться то у нас хороший рукодельный может получиться это отличная идея ну вообще как бы поражает то что в нашем городе если я со многими уже связывалась с городами везде на базе музеев проводятся такие выставки и при том что мы же можем предоставить не только вышитые картинки мы же вышиваем и много и кладут вещей но у нас почему-то музеи не идут на это вот это вот большой вопрос там везде предоставляется помещение но время обговаривается естественно заранее а в наших музеях почему-то считают что нет просто это им не интересно хотя у нас очень много вышивающих и мяжущих девчонок кстати для моих зрителей поясню воля закрыла розничный магазин интернет магазин продолжает работать но потому что у нас очень дорогая аренда и для рукодельниц это аренда неподъемная конечно нам удобно было там встречаться тусоваться но оплатить аренду за наши тусовки воля очень накладно поэтому для проведения такого мероприятия все-таки ждем помощи администрации потому что нам рукодельницам такие дорогостоящие аренды не под силу мы еще решим этот вопрос где будем проводить и когда я на своем канале оповещу девчонки тоже на своих страницах в инстаграм оповещение сделают в одноклассник в том числе потому что я сейчас начинаю страницу в одноклассник еще вести Инна у нас магазин вязания клавушка Оля магазин вышивки радуга вышивки вот так что кто подписан на их странице я оставлю ссылочки на их странице и там будет как раз реклама о мероприятии которые мы постараемся для вас организовать я считаю что это очень хорошо было почему-то два вида хобби вязание и рукоделие они идут по жизни рука об руку многие девочки вяжущие они еще и вышивают поэтому соединить это просто замечательно это хороший очень идейный спасибо что вы с Олей к этому пришли и пригласили меня присоединиться но это действительно конечно надо продумать причем потому что действительно очень сложно организовать мастер-класс причем потому что очень дорогая аренда а в магазине например вот у меня у меня небольшой магазин и соответственно площадь так 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 вообще там невозможно просто невозможно ну вот хорошо что мы объединились одна голова хорошо а три лучше что-нибудь девчонки нарешим девочки вот такие получились пледы наши рукодельницы вязали вот эти вот кусочки 20 на 20 сантиметров сшиваются вот эти пледы которые пойдут на благотворительность присоединяйтесь друзья национальная деревня Оренбургское подворье объявляет акцию как бы квадрат добра каждый желающий города Оренбурга, области, в других регионах может связать свой квадрат 20 на 20 любой пряжей крючком спицами и принести к нам Оренбургское подворье из этих квадратов мы сделаем пледы теплые и уютные и подарим на день пожилого человека дома где проживают интернаты где проживают наши пожилые оренбуржцы акция действует до 1 октября присоединяйтесь мы будем рады вас видеть первый у нас опыт такой присоединились все наши подворья тем самым мы показали наше единство дружбы и сплоченности здесь свои кусочки добра принесли мордовское подворье оренбургское подворье украинское подворье казахское подворье башкирское подворье вот еще тоже работы наших мастериц оренбургское расскажи крошечки ручной работы в стиле амигуруми из полуфлотковой пряжи вот есть из велюра они помягче также есть закривые игрушечки все в единственном экземпляре привет а здесь у нас украшения колье колье настоящей ручной работы натуральной полностью кошельки тоже корзинка все это наша оренбургская мастерица представьтесь пожалуйста Дарья Ивановна Прокофьева это ваши работы да вот еще у нас мастерица ваша оренбургская представьтесь пожалуйста меня зовут Наталья я координатор клуба 28 петель в городе Оренбурге вот вяжу носочек для торопышки вот они вот такие крохотные но это уже для такого хорошего подрочного малыша это вещи для недоношенных детей в перинатальные центры города их вот с девочками вяжем бесплатно передаем сейчас договорились с роддомом на Гагарина мы будем к ним приходить проводить мастер-классы для мамочек которые там лежат с детенышами на Невельскую уже достаточно давно передаем на постоянной основе вязаные комплекты носочки жилеточка шапочка осьминожка вот пледик на весь комплект уходит около 200 граммов пряжи то есть это совсем немного вот помогаем как умеем спасибо вам большое за то что вы делаете я так координирую помогаю сориентироваться а у вас группа есть в контакте где-то в инстаграме в основном в контакте сейчас не такая востребованная социальная сеть в основном инстаграм а как вас найти в инстаграм клуб 28 петель оренбург там указаны мои данные там подписаны все девочки волонтеры некоторые мамы пишут индивидуально то есть кто о нас узнают кто лежит в больнице я им привожу комплекты для деток на кого не хватило или кто не знал у девчонки присоединяйтесь да мы будем очень рады то есть у нас есть немножечко пряжи от тоже тех кто помогает кто не умеет вязать помогают пряжей помогают распространением информации я кстати могу помочь пряжей потому что мне мои зрители присылают посылки и пряжу и у нас стопроцентная шерсть или стопроцентный хлопок это вызвано тем что специфика выхаживания детей в инкубаторах если есть синтетика она дает точечный нагрев может ребенок обжечься вот когда шерсть растягивается тепло правильно ребенок греется ребенок набирает правильный вес ребенок за счет вот этих колючих локон не уходит глубокий сон он продолжает дышать он согретый он лучше набирает вес он вот так вот щупает осьминожку чувствует себя уютно как у мамы в животике то есть пряжа у нас тоже не вся только определенно хорошо потому что зрители меня часто спрашивают прислать пряжу мне или нет у меня дочка из велюровой пряжи вяжет ну вот девочки если у вас есть чистый хлопок или чистая шерсть и вам эта пряжа не нужна в принципе я могу передать в этот центр будем благодарны потому что у нас половина клуба это пенсионерки половина клуба это мама в декрете то есть оно лишним не будет оно очень здорово нам помогает вот недавно нам девочки помогли они совместной закупкой нам на 15 комплектов для торопыжек купили пряжу то есть мы прям были им очень благодарны что-то это было так неожиданно когда нам навстречу клубу привезли вот такой большой пакет несколько упаковок пряжи мы прыгали от восторга буквально девочки я под видео оставлю ссылку куда можно написать если вы хотите помочь прислать пряжу или оказать материальную помощь вот для рукодельниц таких которые вяжут для перинатального центра сейчас мы с вами немножко прогуляемся по национальной деревне посмотрите как здесь у нас красиво Тимур Татарстан вот твоя национальная деревня ты хотел сюда зайти? ты хочешь меня пригласить? в ресторан? в Татарстан в Татарстане как не Музыка 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 А на камеру кукарекает? Ну-ка, звезда Юсюма будет? Музыка Ах, красавец, красавец, молодец, молодец Надеюсь, вам было интересно Всем желаю удачи С вами была Инесса Пока-пока Музыка 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 Музыка